итак сегодня 1 февраля 2013 года время 15 часов 42 минуты мы начинаем свой эксперимент который я назвал эксперимент с фонариком вот у нас коробочка видны и видно фонарик вот такой обыкновенный фонарик за 60 рублей батарейки вот такие этот фонарик мы оставим на 25 дней в уличных условиях горит положим его вот эту картонку конструкцию из картона 200 два старых штыка металлических от лопат сломанных чтобы ее не сдуло ветром сам фонарик привяжем на телефонные провода чтобы он не укатился всю эту конструкцию мы положим на крышу гаража чтобы условия были хотя бы более-менее приближенные к оригинальным естественно мы добиться идеального совпадения не сможем но по крайней мере попытаемся создать условия приближенные к тем которые были 1 февраля 59 года на перевале сейчас называется перевалом дятлова на склоне горы холочакль видно все так да кстати еще температура видно не видно сейчас минус 4 минус 3 градуса в общем то не февральская температура больше март похоже так запись началась вот фонарик не положили на картонной конструкции на крышу гаража будем надеяться что он так и пролежит а через 25 дней мы проверим будет ли гореть лампочки вот видите лампочка загорелась видно хорошо видно хорошо лампочка горит мы ее выключили через 25 дней 26 февраля нам залезем туда возьмем фонарик и включим и посмотрим будет ли горит лампочка то есть проверим могут ли разрядиться батарейки в февральских погодных условиях в общем то все давайте до 26 февраля так сегодня мы заканчиваем эксперимент с фонариком сегодня у нас 26 февраля вот так четко время 11 часов 24 минуты это наше календарное время сегодня значит 1 февраля мы поставили на крышу фонарик положили его на картонку сегодня мы проверим горит ли там лампочка февраль в общем то это нас порадовал разнообразием погоды температура по ночам опускалась до минус 20 иногда днем иногда до 0 доходило даже снег таял там не знаю на стоке видно нет была сосулька вот она упала это было в первой декаде потом было достаточно прохладно сейчас температура у нас градусов 11 показывает в общем полезем сейчас на крышу хочется напомнить что данный эксперимент проводится специально для темы про перевал Дятлова которая была у нас точнее есть на второй площадке форума сотрудников МВД социум сотрудников МВД которые можно найти по адресу polislive.ru основная площадка находится по адресу www.polisrussia.ru или .com так ну что полезли еще один из перчатки сегодня ветер запись проживать не будем аккуратно так залазим вот что мы увидим коробка на месте фонарик на месте заметен частично мы как раз на уровне поверхности его устанавливали так что и ветром обдувало есть в случае метели можно было объективно расценить так он будет заметен метели в феврале было раза три или четыре мило хорошо вчера кстати мило поэтому вот снег скорее всего я и был наметен так ну что ж не знаю увидим мы так или нет или будем поднимать давайте поднимем поднимем в о я распутал в и п на в и в и кнопку мы надавливаем замерзшие надо или не горит еще раз надо или нету разработалась заверла кнопка лампочка не горит ладно снимаем за ним хорошо шива Что это подтверждает, что батарейки, пролежав на морозе 25 дней, с 1 февраля по 26 сели. Ну, в общем-то, на этом эксперимент наш закончился. Так, температура, градусник я поставил недавно, но температура вот уже почти минус 15. Все, до свидания. Так, в целях объективности происходящего мы занесли фонарик в помещение. Сейчас мы посмотрим, вот-вот, видно хорошо, 26 февраля, время 11.47. На фонарике еще остались следы снега, не успел растаять, проехали с ним от гаража на машине до дому. Вот, я не знаю, видно этот снег он уж. Последний его по краю. Снежинки остались. Сейчас еще раз включим. Маленько, видимо, батарейки согрелись. И тушку, тушку, тушку осветит. Еле-еле видно, если направить на стол. Подождем еще полчаса. Так, прошло примерно полчаса. Время 12.16. Сейчас посмотрим, как горит. Ярче стал гореть. Даже видно. Но, насколько долго и хватит, я не знаю. По крайней мере, они в тепле отходят. Первоначально они не загорелись. А потом уже в машине в теплой начали, видимо, отходить и, побывав, минут пять, наверное, дома, в помещении. Уже лампочка загорелась. Поставим другие батарейки. Посмотрим. Вот это тоже бэушные батарейки. Тоже горят. Даже ярче, чем те. Новыми батарейками запасаться не стал. Посмотрим, какие есть. Как будет гореть. В первое время хватит. Попробуем аккумуляторы. Поставим челамином, какой результат дадут. Вот. Эти ярко горят. Заряженные аккумуляторы. На этом, я считаю, наш эксперимент завершившимся удачно. Но факт того, что лампочка фонарики загорелась тогда, в 59-м году, я все-таки не могу считать подтвердившимся или опровергнутым. Объективно, тех погодных условий, которые были тогда, мы, конечно, не смогли соблюсти. Но в нашем эксперименте лампочка первоначально не загорелась. Сразу же, взяв фонарик в руки, она не загорелась. Батарейки были севшие. Только спустя несколько минут, побывав на заднем сиденье прогретого автомобиля, и минут пять в помещении, в тёплом помещении, батарейки стали подавать признаки жизни, и лампочка тускла, но горела. На этом эксперимент, считаю, завершившимся. Все.